Яков Исидорович Перельман. Занимательная геометрия. Наш нормальный вес. Если принять, что все человеческие тела геометрически подобны, но это верно лишь в среднем, то можно вычислять вес людей по их росту. Средний рост человека равен 1,75 метра, а средний вес 65 килограмм. Получающиеся при таких расчетах результаты могут многим показаться неожиданными. Предположим, что вы ниже среднего роста на 10 сантиметров. Какой вес тела является для вас нормальным? В обиходе часто решают эту задачу так. Складывают с нормального веса такой процент, какой 10 сантиметров составляет от нормального роста. В данном случае, например, уменьшают 65 килограмм на 10,175, и полученный вес 62 килограмма считают нормальным. Это неправильный расчет. Правильный вес получится, если вычислить его из пропорции. 65 относится к х, так же, как 1,75 в кубе относится к 1,65 в кубе. И откуда мы находим х и получаем, что х равен около 54 килограмм? Разница с обычно получаемым результатом всегда значительна – 8 килограмм. И наоборот, для человека, рост которого на 10 сантиметров выше среднего, нормальный вес вычисляется из пропорции 65 относится к х, как 1,75 в кубе относится к 1,85 в кубе. Из нее х равен 78 килограмм, то есть на 13 килограмм больше среднего. Эта прибавка гораздо значительнее, чем обычно думают. Несомненно, что подобные расчеты правильно выполнены, должны иметь немаловажное значение в медицинской практике при определении нормального веса, при исчислении дозы лекарства, ну и тому подобное. Великаны и карлики. Каково же в таком случае должно быть отношение между весом великана и карлика? Многим, я уверен, покажется неправдоподобным, что великан может быть в 50 раз тяжелее карлика. Между тем, к этому приводит правильный геометрический расчет. Одним из высочайших великанов, существование которого хорошо удостоверено, был австриец Винкельмейер в 278 сантиметров высоты. Другой, эльзасец Крау, был ростом в 275 сантиметров. Третий, англичанин Обрик, о котором рассказывали, что он закуривал трубку от уличных фонарей, достигал 268 сантиметров. Все они были на целый метр выше человека нормального роста. Напротив, карлики достигают во взрослом состоянии около 75 сантиметров на метр ниже нормального роста. Каково же отношение объема и веса великана к объему весу карлика? Оно равно 275 в кубе разделить на 75 в кубе или 11 в кубе разделить на 3 в кубе, и это 49. Значит, великан равен по весу почти полусотни карликов. А если верить сообщению об арабской карлице, о гибе, ростом в 38 сантиметров, то это отношение станет еще разительнее. Высочайший великан в 7 раз выше этой карлицы и, следовательно, тяжелее в 343 раза. Более достоверно сообщение Бюфона, измерившего карлика в 43 сантиметра ростом. Этот карлик должен быть в 260 раз легче великана. Впрочем, эти наши оценки соотношения веса карлика и великана несколько завышены. Они сделаны из предположения, что пропорции тела у карлика такие же, как у великана. Если вы когда-либо видели карлика, то знайте, что низкорослый человек выглядит иначе, чем человек среднего роста. Соотношение размеров тела, рук и головы у карликов другие. Также и с великанами. При взвешивании, скорее всего, оказалось бы, что соотношение веса в последнем рассмотренном нами случае все же меньше 50. Геометрия Гулливера Автор путешествия Гулливера с большой осмотрительностью избежал опасности запутаться в геометрических отношениях. Читатель помнит без сомнения, что в стране лилипутов нашему футу соответствовал дюйм, а в стране великанов наоборот – дюйму фут. Другими словами, у лилипутов все люди, все вещи, все произведения природы в 12 раз меньше нормальных, а у великанов во столько же раз больше. Это, на первый взгляд, простые отношения, однако сильно усложнялись, когда приходилось решать вопросы, вроде следующих. Во сколько раз Гулливер съедал за обедом больше, чем лилипут? Во сколько раз Гулливеру требовалось больше сукна на костюм, нежели лилипутов? И сколько весело яблоко страны великанов? Автор путешествия справляется с этими задачами в большинстве случаев вполне успешно. Он правильно рассчитал, что раз лилипут роста меньше Гулливера в 12 раз, то его объем тела меньше в 12 умноженное на 12 умноженное на 12, то есть в 1728 раз. А следовательно, для насыщения тела Гулливера нужно в 1728 раз больше пищи, чем для лилипута. И мы читаем в путешествии такое описание обеда Гулливера. 300 поваров готовили для меня кушанье. Вокруг моего дома были поставлены шалаши, где происходила стрепня, и жили повара со своими семьями. Когда наступал час обеда, я брал в руки 20 человек прислуги и ставил их на стол, а человек 100 прислуживало с пола. Они подавали кушанье, остальные приносили бочонки с вином и другими напитками на шестах, перекинутых с плеча на плечо. Стоявшие наверху по мере надобности поднимали все это на стол при помощи веревок и блоков. Правильно рассчитал Свифт и количество материалов на костюм Гулливеру. Поверхность его тела больше, чем у лилипутов в 144 раза, то есть 12 умножить на 12. Во столько же раз нужно ему больше материала, портных и тому подобное. Все это учтено Свифтом, рассказывающим от имени Гулливера, что к нему было прикомандировано 300 портных лилипутов с наказом сшить полную пару платья по местным образцам. Спешность работы потребовала двойного количества портных. Надобность производить подобные расчеты возникала у Свифта чуть не на каждой странице. И вообще говоря, он выполнял их правильно. Если у Пушкина в Евгении Онегине, как утверждает поэт, время расчислено по календарю, то в путешествиях Свифта все размеры согласованы с правилами геометрии. Лишь изредка надлежащий масштаб не выдерживался, особенно при описании страны великанов. Здесь иногда встречаются ошибки. «Один раз», — рассказывает Гулливер, «С нами отправился в сад придворный карлик. Улучив удобный момент, когда я, прохаживаясь, очутился под одним из деревьев, он ухватился за ветку и стряхнул ее над моей головой. Град яблок, величиной, каждый из хороших бочонок шумно посыпался на землю. Одно ударило меня в спину и сбило с ног». Гулливер благополучно поднялся на ноги после этого удара. Однако легко рассчитать, что удар от падения подобного яблока должен был быть поистине сокрушающий, ведь яблоко в 1728 раз тяжелее нашего, то есть весом в 80 кг обрушилось с 12-кратной высоты. Энергия удара должна была превосходить в 20 тысяч раз энергию падения обыкновенного яблока и могла бы сравниться разве лишь с энергией артиллерийского снаряда. Наибольшую ошибку допустил Свифт в расчете мускульной силы великанов. Мы же видели в первой главе, что мощь крупных животных не пропорциональна их размерам. Если применить приведенные там соображения к великанам Свифта, то окажется, что хотя мускульная сила их была в 144 раза больше силы Гулливера, вес их тела был больше в 1728 раз. И если Гулливер в силах был поднять не только вес своего собственного тела, но и еще примерно такой же груз, то великаны не в состоянии были бы преодолеть даже груз своего огромного тела. Они должны были бы неподвижно лежать на одном месте, бессильные сделать сколько-нибудь значительное движение. Их могущество, так картинно описанное у Свифта, могло явиться лишь в результате неправильного подсчета. Примечание. Смотрите подробно об этом в занимательной механике Якова Исидоровича Перемана. Конец примечания. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok